Продолжаем рассмотрение темы ареста сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. За это время появилось много очень интересных публикаций в газете «Комсомольская правда». Итак, начинаем. Валентина Матвиенко заявляет ответственно «У нас больше нет сенаторов с сомнительным прошлым». Глава Совфеда рассказала, что изначально считала ошибкой назначение Рауфа Арашукова на сенаторский пост. На фото Матвиенко. Подпись к фото. «Процедуру проверки кандидатов в сенаторы ужесточат». Совет Федерации внесет изменения в действующую процедуру проверки кандидатов в сенаторы. Такое решение было принято после ареста сенатора от Карачаева Черкесии Рауфа Арашукова, которого задержали прямо в зале соседаний Софеда. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Напомним, Арашуков обвиняется в убийстве двух человек и участие в преступной группировке. Матвиенко говорит, для нас это сигнал для того, чтобы уровень проверки был более высоким. Мы сейчас над этим работаем. Будем вносить изменения в рекламент Совета Федерации. В то же время Матвиенко заметила, что не может диктовать регионам, кого им направлять сенаторами в Софед. Но призналась, что изначально не хотела видеть Арашукова в рядах сенаторов. Она напомнила, что на момент прихода Арашукова в Софед в 2016 году у него не было судимостей. Но слухи о том, что он может быть причастен к ряду преступлений, хотели. Я сказала тогда руководителю региона на интуитивном уровне, что вы делаете ошибку. Но я могла только советовать. Никто не может диктовать региону в этом вопросе, подчеркнула Матвиенко. В целом, по мнению Матвиенко, сенаторские ряды чисты. Эта история с Арашуковым выпадает из общей ситуации. Сегодня в Совете Федерации нет сенаторов с сомнительным прошлым или настоящим. Могу это ответственно заявить, сказала Матвиенко. Читаем дальше. Еще одна публикация. Как проверяет будущих чиновников? Как проверяет людей, идущих в чиновники? На фоне резонансного задержания сенатора Арашукова, комсомольская правда решила узнать о кадровых барьерах, через которые проходят народные избранники. Фото. Депутат Госдумы, имевший отношение к работе в правительстве на условиях анонимности, рассказал комсомольской правде о том, какие кадровые барьеры есть на пути госслужащего и народного избранника. Читаем дальше. После ареста сенатора Арашукова, по подозрению в убийствах, возник вопрос, неужели людей не проверяют перед назначением на такие должности? Депутат Госдумы, имевший отношение и к работе в правительстве на условиях анонимности, рассказал комсомольской правде о том, какие кадровые барьеры есть на пути госслужащего и народного избранника. Итак, читаем, что он нам поведал. Полную проверку всех сведений, которые меня касались. Я заполнил стандартную анкету госслужащего. Честно рассказал все и о себе, и о родителях, и о жене, детях, братьях, сестрах. Отводилось на ее проверку три месяца. Наверняка посылались запросы. И за эти месяцы ко мне никто ни за каким уточнением не обращался. Вопрос. Проверку перед тем, как стать депутатом проходили? Ответ. Там другая история. Ты сам заполняешь декларацию о доходах и имуществе. Сам указываешь пункты биографии, справку о наличии или отсутствии судимости. Обязательно указываешь, что нет двойного гражданства и собственности за рубежом и направляешь все это в ЦИК через структуру той партии, по спискам которой идешь в Думу. В ЦИКе вся эта информация проверяется, а дальше уже став депутатом, ежегодно весной заполняем декларации. Ее уже проверяет спецкомиссия Госдумы. Вопрос. По работе за рубежом к вам не возникало вопросов? Ответ. В анкете пункта работа за рубежом нет. Есть наличие родственников за рубежом. Вопрос. Подписка о неразглашении гостайны. Ответ. Депутат Госдумы подписок не дает. Вот и вся публикация. Через какие барьеры проходят госслужащие и сенаторы и депутаты. Еще одна публикация. Что стоит за арестом сенатора с Кавказа Рауфа Арашукова? Известный политолог, долго работавший в верхах российского эстеблишмента, на условиях анонимности рассказал комсомольской правде под оплеку громкого скандала. Подписк фото. Рауф мог перестать быть сенатором полтора года назад, осенью 2017 года, когда обнаружилось, что он сфальсифицировал документы. Заголовок «Место Черкеса». Вопрос. Правда, что Рауф Арашуков в начале 2000-х рассекал по Ставрополю на Бентли и на автобусных остановках бросал тысячерублевки людям, чтобы ему шнурки завязали? Ответ. Мы изучали потенциальные очаги межнациональных конфликтов. В краевой столице тогда было большое напряжение по поводу кавказцев, того, как они ведут себя. Да, поступала и такого рода информация. Мы ее включили в аналитическую справку для администрации президента. Вопрос. Когда этот персонаж стал депутатом от Карачаева Черкесии в Совете Федерации, вы удивились? Ответ. Нет. Это место традиционно черкесское. И в республике всегда решали, какой из трех черкесских кланов это место займет. Либо Деревы, либо Казаноковы, либо Арашуковы. Был блиц-наскок на Северный Кавказ руководства одного из сырьевых гигантов. Тогда началась борьба с Арашуковыми. Но у Арашукова-старшего было много покровителей в другом сырьевом гиганте. И Рауль восстановил свое влияние. Заголовок. Спасатели Рауфа. Вопрос. Финал этой истории вас не удивил? Ответ. Он был ожидаемым. Рауф мог перестать быть сенатором полтора года назад, осенью 2017 года, когда вдруг обнаружилось, что он сфальсифицировал документы, связанные с его резидентской визой в Арабских Эмиратах. Но тогда проверяющая комиссия Софеда написала, что все нормально у Арашукова. Вопрос. Эта история бросает тень на кого? Ответ. На момент его делегирования в Совет Федерации не было официальных данных, что он в чем-то замешан. Слухи ходили. Но это слухи. Заказчиков и организаторов двух убийств в КЧР взяли только в прошлом году. Вопрос. Это показательная история для Софеда, в частности, или для российских элит? Ответ. Это повод подумать вообще, что такое у нас в Совет Федерации. Есть три типа сенаторов. Одни – это политические пенсионеры, типа бывших губернаторов. Другой тип – лоббисты, которые в Совет Федерации приходят, чтобы, пользуясь статусом, вопросы решать. Третий – люди, которым нужен иммунитет, такие как Рауф, Арашуков. Фото. Подпись к фото. Процесс над Арашуковыми будет громким и долгим. Вопрос. Но Софеду то, зачем такие люди? Вот Карачаево-Черкесия. Там две титульные нации – карачаевцы и черкесы. Черкесов меньше. Президент всегда карачаевец. Спикер парламента обычно русский, которых в республике процентов 30. Премьер обычно черкес. И черкес всегда сенатор. Баланс тонкий и шаткий. Но для республики это важная тема. Вопрос. Сейчас баланс сил качнется куда? Ответ. Все равно найдут какого-нибудь черкеса. Другого. Следующая тема. Будут чистки? Вопрос. Говорят, Арашуков хотел быть главой республики. Арашуковы. Ответ. Арашуковы в федеральном пространстве до 30 января были более влиятельны, чем сегодняшний глава не очень большой республики с точки зрения вхожести вверха связи ресурсов. Вопрос. Карачаево-Черкесия может стать Дагестаном-2 в плане чисток и посадок? Ответ. Может не получиться в чистом виде дагестанского сценария. В Дагестане нет доминирующей нации. Там 5 основных и 20 менее значимых. А для карачаевцев будет ударом по их самосознанию, если вдруг им пришлют президента не карачаевца, а условно русского генерал-губернатора. Веселая картинка. Подпись к картинке. Это сенаторы Верхней Палаты Российского Парламента. Совершенно не говорят по-русски. Во время допроса в Следственном комитете Рауф Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком и потребовал переводчика. Соцсети тут же отозвались шутками. Следующая тема. Тень Рамзана. Вопрос. Правда, что Рауф Арашуков во многом подражал Рамзану Кадырову? Ответ. Во всем подражал. Он вел Инстаграм в стиле Рамзана. Лексику его использовал. Бороду под Рамзана отпустил. Ну, а еще он в узком кругу говорил, что станет первым теркесом, который возглавит республику. Вопрос. Говорят, Рауф и Рамзан дружили, а потом поссорились? Ответ. История их отношений долгая и сложная. Арашуков, по слухам, себя некорректно повел по отношению к кому-то из родни Рамзана. Именно, по слухам, Рамзан ему будто бы предъявил. Рауф, как говорят, долго и дорого каялся. После чего Рамзан его принял в Грозном, простил. Начал воспитывать. Чтобы он в мечеть ходил, вел себя хорошо. Принял как бы младшим братом. Но Рауф пару лет назад начал вышибать людей Рамзана в сырьевых структурах и ставить своих. И тут возник жесткий конфликт. С точки зрения Рамзана, он повел себя неблагодарно и неуважительно. Вопрос. Значит, есть предположение, что за этим стоит месть Рамзана? Да, многоточие? Ой, нет. Очень сомнительно. Даже если бы Рамзан взялся сейчас защищать Рауфа, то Гобы это уже не спасло. Просто Арашуков, войдя тогда в конфликт с Кадыровым, потерял одну из важных поддержек. Но не более этого. Следующая тема. Звезды заговорили. Процесс над Арашуковым будет громким? Ответ. К нему точно будет приковано внимание на Кавказе. Человек, в убийстве которого Рауфа обвиняют, был не последним человеком в республике. В момент, когда его убили, все считали, что его назначат премьером. Многоточие. Сейчас заговорят многие из тех, кто молчал. Вопрос. Заговорили звезды, которые сейчас дистанцируются от него. Ответ. Этим звездам проще было бы сказать, что они просто отрабатывали заплаченные деньги. И больше ничего. Это как минимум честно. Картинка. Жадность человеческая беспредельна. Следующая тема. Вопрос дня. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Ответ. Сергей Шаргунов, депутат Госдумы. Знаете, почему счастье не в деньгах? Потому что, когда такой разрыв между богатыми и бедными, это общее несчастье. Стыдно радоваться своему состоянию, если все вокруг бедствуют. Виктор Алкснис. Политик. Сергей Лукьяненко. Писатель. Мне кажется, если гнаться только за деньгами, то их никогда не будет достаточно. Потребности всегда растут вместе с достатком. Я бы сказал так. Денег нужно ровно столько, чтобы они не мешали тебе жить. Юлия Чечерина. Певица. Денег нужно столько, чтобы не страшно их было потерять. Евгений Фатеев. Искусствовед. Честно заработанные деньги самые правильные и надежные. А вот ворованные обязательно предадут. Хорошо бы это знали все нечистые на руку чиновники. Александр Запольский. Политолог. Нужно столько, сколько хочется. Плюс еще чуть-чуть. Чтобы после всех расходов кошелек не оставался пустым. Андрей Бобицкий. Журналист. Счастливым человека делают не деньги, а справедливо устроенная жизнь. Сейчас такого ощущения у людей нет. Андрей. Читатель сайта Комсомольской правды.ру. Лично мне нужно 250 тысяч рублей в месяц. Когда у меня будет такая зарплата, я успокоюсь.